Уважаемые товарищи, сердечно благодарим за участие в освобождении нашего района от фашистских оккупантов. Земля моей юности, Литва. Окопов наших больше нет. В этом году здесь долго лежали большие, обильные снега. Весна была поздняя, не такой, как в 45-х. Деревня Мосидес справа на пригорке по дороге из Вильнюса в Лиепае. Встретил я здесь детей и внуков тех, кто видел нас когда-то очень молодыми. Один из бывших мальчишек, нынешний председатель колхоза имени 40-летия советской Литвы, Кветкаускас. Я поздравляю Аполлинара Союзовича с избранием в депутаты Верховного Совета Литовской Республики. Председатель ведет меня по своему хозяйству, знаменитому на всю Прибалтику. Прекрасные у нас работники, говорит Кветкаускас. Все и каждый. Проблемы кадров в Скодосе не существуют. Молодежь отсюда не уходит, остается работать в родных местах. Многие заочно учатся в Литовской ветеринарной академии. Очень молодая деревня. Единственным муравестиком оказался Костас Гвознеяускас, тракторист, герой софтолистического труда. В конце войны в составе истребительного батальона он прочищал леса и овраги своей округи от бандитов, помогал Красной Армии. А это я совсем недавно получил. Читаю, а издалека доносится ко мне другой детский голосок. Дяденька, это не ваше? Возьмите, лежал рядом с вами на земле и не теряйте больше. Зимой 45-го в деревне Мосидес был госпиталь первичной обработки раненых. И я через него тоже прошел. Спите спокойно, ребята. В этом литовском колхозе, где хорошая жизнь помнят вас. Я вам, ребята, это точно говорю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok